Сегодня президент Татарстана встретился с генеральным директором и главным редактором известного издательского дома Владимиром Сунгоркиным. Обсудили вопросы сотрудничества, а также как сделать нашу республику еще более интересной для туристов. Рустам Мениханов сегодня также принял Юлая Магадеева, главу компании по производству продукции и медицинского назначения. Образцы товаров показали президенту, обсудили и дальнейшие планы сотрудничества. И сегодня же компания запустила первую очередь завода в индустриальном парке Чистополь. На церемонии побывал премьер-министр Ильдар Халиков. На глазах у всех приглашенных гостей заработали современные станки и появилась первая продукция медицинского назначения. Одноразовые шапочки, марлевые повязки и хирургические перчатки. И сегодня Рустам Мениханов провел заседание попечительского совета фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малое предприятие научно-технической сферы. Ему представили краткий отчет о сделанной работе и доклад о предстоящем. Обсудили в кабинете министров и строительство жилья и реализацию других республиканских федеральных программ. Приятная новость. 265 детей-сирот в этом году могут справить новосерие. Еще больше таких радостных поводов будет в 2014. Обещают решить квартирный вопрос почти для 300 сирот. План построительства жилья выполнен почти на 86%. Президент Атарстана посоветовал уделить особое внимание возведению служебного жилья для участковых и уполномоченных. 60 домов из 82 запланированных уже построены. На встрече премьер-министр Эльдара Халикова с вице-президентом компании Эльзевир обсудили сотрудничество в научно-образовательной и исследовательской сфере. Это крупнейшее издательство, штаб-квартира которого есть по всему миру. Премьер-министр отметил партнерство татарстанских вузов с компанией позволит им стать более конкурентоспособными.